Если вы устали от Hearthstone и хотите чего-то новенького, хотел бы посоветовать вам канал Megadeth. На его канале вы сможете найти много интересного по культовой игре Red Dead Redemption 2 и весело провести время. В роликах вы найдете очень много юмора от автора, который погружен в игровой процесс настолько, что разговаривает со своими героями. В будущем автор планирует снимать и другие игры, поэтому советую вам подписаться. Ссылку вы найдете в описании. на 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 а белку нажать господи какой-то слабый почему один удар до консида понимает всем фейс хантам шалом и приветствую основном канале за микрофоном качество плагиаты в этом ролике мы с вами продолжаем проверять колоды которые появились руинами запределье не подумайте это не ровная колода хоть я и начал ролик типа с какого-то псевдорофла да мы сегодня с вами поиграем на новом фейс ханте который может провернуть комбинации доселе неизвестные нашим хантам хотя знаете сильвана как банши должна примерно понимать чего можете рон карважат сделать первый раз когда увидел эту карту я подумал блин уничтожает ваших существ призывает их со плюс один плюс один приятно но не то чтобы очень эффективно да вы можете запихнуть это в какого нибудь зулока который сейчас не особо играет все играет на голокрон чернокнижника который куда эффективнее ну да запихнешь запихнешь ну типа кей там можно будет как-нибудь извернуться сделать невероятные play но тирона карожада могут засайлансить тем более железноклюв в стандартном формате возможно сейчас будут в конце концов преобладать какие-нибудь жрецы у которых всегда и сайланс или какой-то другой контроль но подумал я ладно но потом я увидел эту колоду я увидел как она синтригируя с токсичным подкреплением и с другими крайне неприятными для лица оппонента приколами которые сами понимаете дамажат на 2 своим призмерным хрипом или даже на 3 здравствуйте кобальт боец песков и решил все-таки показать миру эту колоду да это не самый бюджетный вариант фейс ханта который вы можете найти на просторах интернета и естественно вы должны будете еще подсобраться скрафтить одну из легендарок нового дополнения которые конечно же не пользуются очень сильной популярностью прямо сейчас кто будет крафтить тирона карожада просто вот кто покажите кто этот человек только я только я потому что не нужно проверить все колоды и собственно да докатились докатились прикатились но знаете этот фейс ханта при цернах репах имеет пару тузов в рукаве так скажу вообще это дека может быть довольно таки эффективной даже эффективнее внимание только лода которые я который я пророчил практически тир-1 в новой мете это был зверь хант так как добавили невероятное количество очень сильных зверей но вы это и так без меня знаете это типа магнатальская вица на прямо в этой колоде есть опять же для синергии с тироном кровожадом для синергии с другими пресертными хрипами которые дамажит лицо ведь наша главная прерогатива это пойти в лицо и как можно быстрее его сломать вы могли заметить что я делал далеко не самое агрессивное play я делал ловушки огненную ловушку для того чтобы законтролить этот микро стол который сделал этот чернокнижек у меня ничего не получилось сейчас я пытаюсь вываливать все секреты просто чтобы замедлить его play дать ему подумать потому что но ибрагимович что-то думает долго не знаю в результате чего я смогу нарушить его геймплан если него была какая-то задумка и затем просто потыкать на этот верный выстрел в идеале конечно же мулиган не должен выглядеть так как он у меня получился я оставил тирона кровожада на мулигане потому что я надеялся на токсичное подкрепление чтобы показать вам самый идеальный старт на ханте но я думаю что мы еще сегодня успеем об этом поговорить это я вам успею показать я не пропагандирую глину я не пропагандирую фейс колоды но эту колоду не показать вам просто не мог она веселая она необычная в ней я есть пару взаимодействий и естественно тирон кровожад который не используется других колодах почему бы тогда и не попробовать чернокнижек слишком долго думает кошмар почему он так долго ходит это 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 шо здравствуйте я о вас вспоминал чтобы понимали как идеальная идеальный старт этого охотника это первый ход идеальный идеальный ход этого охотника либо опенинг любого ханта который попадается против вас это токсичное подкрепление обилка 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 тирон кровожад в вылупившихся лепрогномов и затем ваш оппонент получает во первых 6 потом умирает тирон вылупляет опять этих лепрогномов уже с неплохим таким бафом и ваш оппонент просто понимает что сейчас бобо я использую прямо сейчас этот укус потому что ну я во первых а могу во вторых у меня есть зверь третьих я не уверен что ближайшее время мне зайдет какой-нибудь зверь потому что как и любой другой агро охотник у меня огромные проблемы с добором как видите уже седьмой ход у меня ничего абсолютно нет чернокнижник отчаянно пытается хилиться второе дыхание пустоты это весь его отхил следующий отхил наверное будет голокрон который к которому он уже вас звал дважды я не ожидал так сильно переобуться потому что моя манакревая заканчивается на 4 мания но знаете я возьму этих копыт спасибо за активацию всех секретов я очень благодарен чувак раз дракона сделает это будет очень фэйл чел ты спасибо за ловушку очень приятно а теперь показываю нажимаю так здравствуйте зиксор так просто по фанчику развивать мы естественно не будем и на 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 как-то с лицом нехорошо хочешь за контролем тирона хочешь вылупить всех моих ли про гномов обратно пожалуйста потому что если ты прямо сейчас не сотрешь тироны и все из него вытекающие то извини будут проблемы я несу жизнь на пути все ты можешь это не делать до это печально но благо у меня есть одна мысль прокачивали зиксор который летит такой размен таким образом у меня еще особенная ловушка не дает алекстразе сходите на 8 в лицо и я крайне надеюсь что этот лог не найдет никакой возможности похилить элекстразу чтобы мне прямо сейчас снести лицо если у него есть там безумный дракон пустоты еле-еле вспомнил что у меня зиксор там и кстати это наверное был победный плей я надеюсь что будет красиво надеюсь что будет красиво прямо сейчас чернокнижнику будет очень плохо тут как бы сами видите все очень неприятно я уверен что он естественно не ожидает гром на гранде то есть он сейчас примерно рассчитывает то что здесь вот если я убью этих ли прогномов то я получу 6 потом я возможно там получу каким-нибудь образом максимум 2 в лицо до в идеале я получаю взять для ханта я получаю 8 урона хорошо что мы для этого делаем не знаю чистим стол там как-то идем мне в лицо это не летал вау 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 накопыт не то думаю ты начи спасибо что он еще возвал все же два раза начнем реально был бы летал идет в элит рейд потому что скорее всего лол скорее всего там огненная ловушка время почти все время почти стекло ты каждый раз думаешь да дорога хватит веревка это ну не шутки даже не понадобится номер два мы попались на охотника на демонов без него не обойдется ни один выпуск руин за пределе начала мета я думаю что это прям я могу гарантировать вам сто процентов и сейчас самое время пройтись по мульгану по геймплану и по некоторым фичам данной колоды вы можете сказать я зачем ты это сейчас выстрел скажи пожалуйста зачем ты сейчас делаешь вид что facehunt это дека на который надо думать но я хочу сказать что facehunt это действительно колода на которой нужно думать чуть чуть больше чем на других агрессивных колодах как минимум по мульгану в детальном ролике я продемонстрировал тотем шамана который очень сильно зависит от мульгана и если вы не звулиганите определенный набор карт но скорее всего ваш винрейт просто вот так вот полетит вниз здесь же в мульган вы делаете не то чтобы всегда фиксированы у вас есть возможность так сказать зафиксировать мульгана каким образом просто взяв и оставив токсичное подкрепление оставив террона кровожада и какую-нибудь темпо карту которая вам поможет просто выставить что-нибудь между этими плеями хотя по идее вам просто нужно единичку оставить вместе с этим любую единичку потому что смотрите первый ход вы делаете токсичное подкрепление второй ход обилка третий ход обилка плюс один дроп четвертый ход обилка и в идеале монетка и тирон если нет то в любом случае то что-нибудь вы уже успеете получить стоп дека докинуть ну конечно же мульган подлежит корректировки особенно если вы попадаетесь на такие темпо колоды которые очень сильно опираются на стол как этот охотник на демона и прямо сейчас я оставил на мульгане скакового кабана потому что я знал что если он начнет очень сильно душить то мне понадобится выставить какой-нибудь натиск чтобы я эту самую душилову остановил и скаковой кабан подходит идеально потому что он сразу сможет уничтожить что-нибудь на столе какой-нибудь противный один дроп в 1 2 дроп у которого обязательно будет около двух единиц здоровья плюс он после себя оставит маленького мурлока 1 1 который также станет очень таким назойливым дропом и его тоже нужно будет контролить это печально это ты зря сделал почему мы им подвезли такой дешевый такой дешевый немота объясните почему я печален можно тирона раз стоп дека и я поржу ему в лицо потому что тирон имба мы кстати снова попались на от и к лидана наверное сейчас эта вариация вырвалась как-то в топ я не знаю знаю почему каким образом и кто этому способствовал но судя по всему так оно и есть выставлюсь так поэтому лицо засытаблю так сказать заложу фундамент под верный выстрел чтобы я получил с него немножко больше профита зафокушу внимание ильдана на моих искать очень ценных существах усилий дикобраз был выставлен исключительно для того чтобы забастить его либо на еще один сайланс изи чтобы потом тирон кровожат чувствовал себя просто как я забыл там что-то с маслом было связано вот я знаю что вы сможете помочь зачем я тут пытаюсь что-то выдумывать придумать если мне нужно нажимать обилку мне нужно ставить блестянку мне нужно ставить секретик почему я сейчас не выставлял скаковых кабанов почему я сейчас играл немножко невма на кривую для того чтобы во первых выставить секрет чтобы он сейчас думал ммм чтобы мне делать возможно у него там тактика стай и мне не нужно как-то биться куда-то потому что он заспавнит 3 3 существо с таким же эффектом либо там ох я сейчас что-нибудь выставил важно он не думал во первых потому что скаковые кабаны меня просто помогут сразу сходу законтролить они в лицо не идут в трех то что я с блестянки хотел получить value при разбитии и в-третьих очень больно илюха конечно сделал все классно но я считаю что немного неправильно давайте посмотрим что там придет оу хеллоу а почему немного неправильно потому что у меня все еще есть стол он на только что потратил свой вин кондишен это принц кельтаса конечно нас мало хп и фейс хант он не хилится абсолютно но блин выглядит это не то чтобы очень хорошо давайте просто сделаю вид что я опускаю его пятый алмаз типа я весь такой из себя я знал его ой слушай чел знаешь каждый второй в этом ладоре почему-то знал гулдана не знаю почему они знали гулдана но не знают где-то дико раз как стоял так и стоит скаковые кабаны как пишет мертвым грузом так или может быть ты затрейдишься чувак все-таки зверь все-таки синергия или нет понял понял но это это чисто школа охотника понимаете не зря охотник на демон а не разбойник на демона и вот тебе первый скаковой кабан мой самый лучший понимаете что если мы тогда к ним команду взять то ему конечно наступит если мы сейчас выживем реально просто один в один он уже потратил одни альдрахийские клинки конечно него там вот забавно как они всю деку перебирают серьезно 4 карты осталось я еще пукнуть не успел когда будут альдрахийские клинки наберешь то есть не будет да все зимы не будет продолжение к банкета тоже не будет ну по-хорошему сейчас даст тебе просто молот бури ой молот рока и я я получу по жопе все очень а белку нажать господи какой ты слабый почему почему ну знаете если бы я вот после этого муба сказал ребята опускаем его на 5 я бы сделал неправильно ну куда столько ну а стоп это бм а то есть он сильный все извините пропускаем катка номер три мы снова попались на дх и хуже если честно не хочется ставить против него это токсичное подкрепление нажимать обилки потому что он сейчас выставить 2 2 существо за один потом дробов этого я буду сидеть и так думать блин а как это так у меня у всех по одному хп и у меня не получается сломать ему лицо потому что не за и за хилы и прочее собственно пока из своего опыта игры против demon hunter of которые каким-то образом просто в невероятных количествах попадаются против меня я могу сказать что отличным мувом будет оставить взрывную ловушку потому что начальные дропы дх очень часто имеют именно 2 единицы здоровья и при правильно сыгранной взрывной ловушке вы сможете законтрить его стол полностью и затем начать свободно выставлять нужные вам дропы прямо сейчас я такого изобилия таким похвастаться не могу к сожалению взрывная лужка просто ни в какую не хочет прийти ко мне в руку будем дальше топить за токсичное подкрепление хоть это скорее всего не самый правильный плей на самом деле на своем же месте да если бы я не был таким вот фанатом токсичного подкрепления о мега лул я бы конечно выставлял все в темп но скажем так я прощупываю сейчас насколько же дх может быть противным говном против нас так как все-таки сами понимаете плюс охотника на демонов если вы сравниваете его с классом охотника заключается в том что с такой же практически агрессии он еще можете и хилить поэтому в мирорах у вас может быть все не очень хорошо ну да ну как видите здесь просто вот одна взрывная ловушка и и все и до свидания да может блестянка сделать это не знаю это знак свыше это просто хэштег знак свыше я вам отвечаю по-другому я не знаю я не знаю честно да он сейчас разменяет все но о боже мой как нам сейчас повезло блестянка просто такая на победку так вы думали что победки не может быть просто дх сейчас такой подумает ой да ладно не может же ему взрывная ловушка с блестянки дропнется пойду-ка я фейс но его винить в этом мисплей на самом деле нельзя очевидно это мисплей да но блин какой шанс вот представьте какой шанс каков шанс сейчас лицом сходит в 11 типа проверить на змейную ловушку или на такси куста и но этой шоу конечно для меня это шоу бафа стола у дыха нет понимаю чтобы понимали да давай давай что что прости не понял сейчас приколюшки этой маленькой он прикалывается он он сейчас сходи искать возьмет дозабафает этот стол так чтобы я не смог ничего пукнуть вот вот сейчас вот этого момента не понял знаете я я начинаю пугаться этот чел зашел в легенду значит он что-то знает и возможно он знает как играть огненную ловушку будучи дыха но мне в это совершенно верить я тоже теряю терпение люха ходи уже давай в лицо сходил стол потерял все я кайфую понял принял один удар до консида понимаешь один удар нет еще еще один удар красиво знаете кстати как тактика стаи шикарно сочетается с этими пресертными хрипами это можно назвать каким-нибудь фэйс хантом на пресертных хрипах но да ударь ты господи чел ну ну ничего не поменяется спасибо все пока как закантрите люку в один ой а что это кобальт 1 кобальт 2 тебя пролетит летал в лицо но не знаю какой-нибудь кельтаз два двойных удара и еще двойной удар 1 или консит взрывная ловушка упичел на этой вот триумфальной победе при помощи взрывной ловушки мы показали кто здесь настоящий охотник то что на этом геймплей подходит концу огромное спасибо за просмотр если геймплей вам понравился особенно часть где мы аннигилировали охотника на демонов то ставьте лайк подписывайтесь на канал контент идет практически каждый день приходить на стримы приходите смотреть новые видосы если вам интересно то код данной колоды вы сможете естественно найти в описании и в моей группе вконтакте вступайте что ж как и могли заметить по данному геймплею фэйс хант имеет куда больше фишек чем стандартная агроколода поэтому если вдруг хотите больше геймплеев то приходите на мои стримы они проходят практически каждый день в 18 часов по мск да вам может не прийти уведомление от ютуба к сожалению вот такая вот говняная фича присутствует если что я всегда жду всех на своих стримах поэтому приходите если что за три часа вы точно успеете присоединиться что что за микрофон был как все плейят огромное вам спасибо за просмотр за лайк и подписку не болейте мойте руки очень тщательно и конечно же жду вас на следующих стримах и в следующих роликах удачи в ладоре и пока